Друзья, добрый день! Это канал Диктатура Закона и как всегда мы топим за социальную справедливость. И я это делаю на своем личном примере. Знаете, друзья, вот такой лайфхак. Вот когда ты не соглашаешься с действиями следователя или иного должностного лица, ты имеешь право обратиться в прокуратуру для того, чтобы они проверили, насколько это законно и насколько это обоснованно. Как вы знаете, по моему делу, часть преступников сейчас на данный момент освобождены от уголовного преследования. Какие мои действия? Я такое удивительное решение следователя обжаловал в прокуратуру района Алматы, города Астана. В итоге сегодня я получил ответ прокурора и как раз таки он оказался настолько удивительным, или наверное уже неудивительным, что я решил поделиться этой новостью вместе с вами, друзья. Так что в этом выпуске об ответе прокурора. Поехали! Ну и друзья, для начала хотел бы оговориться, чтобы завтра меня не стали прессовать за то, что я разглашаю материалы досудебного расследования, показываю, что это мое обращение в прокуратуру. То есть автором этого документа являюсь я. Это моя бумага. А вот это официальный ответ с прокуратуры, который был официально получен по почте. То есть когда физическое лицо обращается в надзирающие органы, он получает оттуда ответ. Так что ребята, здесь нет никаких секретов. В чем суть? Друзья, когда вы обращаетесь в прокуратуру с жалобой, помимо того, что вы стали жаловщиком, вы должны в обязательном порядке указать, что вы просите. В моем случае это 4 требования, направленных на отмену постановления о прекращении. Прокурор же мне написал какую-то хрень. Здесь написано, что в РОПе района Алматы, города Нур-Султан, есть уголовное дело по факту грабежа. Такого-то числа было принято решение о прерывании сроков досудебного расследования. Сейчас идет следствие. Если что-то хочешь, напиши им ходатайство порядки ст. 99 Уголовно-процессовального кодекса. Я не понял, вы что меня за идиота держите? Дай Бог здоровья! Должно быть, юристы меня поняли. Объясняю для простых граждан. Здесь написано, что уважаемый идиот, можешь идти лесом, у тебя есть такое право. Это абсурд, когда ты получаешь ответ с прокуратуры, и оно не содержит ни одного довода по твоей жалобе. По закону, когда прокурор рассматривает вашу жалобу, он проверяет наличие оснований, которые либо подтверждают ваши доводы, либо опровергают ваши доводы. Потом, делая анализ, он пишет, что в данном случае ваши доводы подтверждены, а в данной ситуации мы не видим основания для отмены прекращения. И вот тогда бы никаких подобных вопросов в прокуратуре у нас не возникало бы. Но когда тебя тупо динамят и дают тебе ответ, который не содержит просьбу вашей жалобы, это называется точкой кипения. И сама мораль в том, что это делает надзирающий орган, это плюститель закона, это государственный обвинитель. То есть это орган, который чуть ли не является символом проявления нулевой терпимости к любым правонарушениям. Что вообще происходит? Я полагаю, что прокурор не смог подобрать слова, которые могли бы опровергнуть доводы моей жалоби. Просто решили показать мне дурку и рассказать мне про погоду. Ладно, с РОПом все понятно, они уже будут до последнего сидеть у себя в органе и ждать, пока эти беспредельщики сами не придут и не сдадутся с повинной. Но действие прокурора в этой ситуации заставляет меня очень серьезно задумываться о правовом нигилизме. Ну ладно, что делать в такой ситуации? Действия прокурора должны быть обжалованы в порядке статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Что я и собираюсь сделать? В понедельник я иду в следственный суд. К сожалению, этот процесс будет закрытый, но я постараюсь там задать все эти соответствующие вопросы должностному лицу, который мне готовил этот ответ. Так что без обид, начальники, как вы говорите, это же рабочие моменты. Надеюсь, по рукам вы меня же бить за это не будете. И прежде чем высказывать мне какие-то вещи у себя в кабинетах и изменить мое настроение, попробуйте высказать, что это моей семье из Баурлаз. Они вас точно поймут. Еще один совет. Вы отправьте своего следователя в уголовный суд. Пусть он посмотрит, на чем строится доказательственная база. А то я смотрю, вы привыкли расследовать все на готовое, когда все во всем сознаются и чуть ли не рвутся в тюрьму. Друзья, это все, что я хотел сказать вам на данном этапе. Вынужден с вами попрощаться. Подписывайтесь на этот канал, следите за нашими обновлениями, и мы вам покажем на собственном примере, как у завологичного дела появится законное и обоснованное процессуальное решение. Всем огромной удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok